Здравствуйте! Время новостей в Туле. С вами Илья Логинов. О самых важных событиях к этой минуте прямо сейчас. Глава Тульской администрации Евгений Авилов лично проинспектировал работы по пуску тепла в социальных учреждениях города. Он посетил детский сад Филиппок, центр образования номер один, где проверил функционирование коммуникаций. На данный момент всеобразовательные учреждения подали заявки на подачу тепла. Напомню, накануне Евгений Авилов подписал постановление о начале отопительного сезона с 1 октября. Все работает. Наличие счетчиков, защиты соответствующие. Все здесь в норме. Сети в нормативном состоянии. Отопительный сезон в центрах образования начался раньше, чем в многоквартирных домах. Глава администрации Тула Евгений Авилов проинспектировал подачу тепла в детский сад Филиппок. Мы в графике. Сегодня не поступает вопросов. И это, в принципе, хорошо. Надеюсь, что мы вовремя все сделали. Я думаю, что начало отопительного сезона для социальных объектов, но и в целом для города Тулы пройдет достаточно нормативные сроки. Заявку на подачу тепла руководство детского сада подало 25 сентября. И в течение двух часов оно уже начало поступать до школьное учреждение. Дети, которые утром придут в детский сад, окажутся уже в прогретом помещении. Летом проводились профилактические работы, а прессовка вовремя прошла. Поэтому моментально тепло пошло. Мы тут же, у нас есть такая традиция, рассылки сделали родителям, чтобы они не волновались. То есть от родителей вопросов нет, что там не надо теплее детей надевать в детский сад. То есть они будут при комфортной температуре. Не надо дополнительно надевать кофты, колодки. Ну, в основном сейчас ходят в маечках они, рукавчик короткий. Мониторинг тепла начался на прошлой неделе. Он проводится в рамках поручения губернатора Тульской области Алексея Дюмина. На сегодняшний момент дошкольные учреждения отапливаются согласно графику. Все у нас идет, в принципе, в плановом режиме. И надеемся, что никаких проблем и срывов с подачей тепла в образовательные учреждения не будет. Все готовы, потому что также проходит плановую опрессовку, подготовка к отопительному сезону. И, в общем-то, те заявки, которые сегодня поданы, они у нас будут удовлетворены. Напомним, в рамках подготовки к отопительному сезону в Туле заменено 40 километров теплосетей. Отремонтированы котлы и насосы. Восстановлено 10 километров изношенной изоляции тепловых сетей. В более 80 объектов социальной сферы поступает тепло. Анна Молодцова, Андрей Ремезов, Новости Тулы. Завтра Тульский Арсенал сыграет в Екатеринбурге матч девятого тура российской премьер-лиги. Соперник «Анониров» Урал занимает 12 место, имея в активе 8 очков. У «Арсенала», напомню, 9. Оружейники замыкают десятку. История встреч команд в премьер-лиге насчитывает 6 матчей. Перевес на стороне екатеринбуржцев. Две победы против одной у «Арсенала». Еще три встречи завершились в ничью. Разница мячей 7-7. Игра начнется в 11 часов 30 минут по московскому времени. Урал последний матч выиграл. Это и кубок, и чемпионат страны. Но все равно считаю, что фаворит Арсенал, или по крайней мере Арсенал, должен обыгрывать Урал. У Урала проблемы в обороне. У Арсенала, наоборот, идет игра в атаке в последних матчах. Но прежде всего, конечно, команде Кононова нужно отталкиваться именно от своего футбола, играть свой футбол. И тогда, возможно, три очка. Тульские фанаты смешанных единоборств в ожидании бойцовских поединков, которые уже сегодня вечером пройдут в манеже тульского цирка. В рамках файт-шоу «Битва за Тулу» ожидается участие 20 профессиональных бойцов. Накануне они прошли официальную процедуру взвешивания. Мероприятие традиционно проходит при информационной поддержке тульской медиагруппы. Представляю наш тульский зал, тульскую область, тульскую федерацию ММА. Мастер спорта по самбо, мастер спорта по фанкартиону, чемпион мира по фанкартиону. Он также дрался на лигах М1, Хулиган, Тим, Файтнайтс. На многих турнирах профессиональных по боям уже принимал участие, поэтому для меня это не новое. В Туле прошел конкурс агитационных плакатов. Школьники на сцене выступали с публичной защитой своих творческих работ. Они пели, танцевали, рассказывали стихи, тем самым выражая свое отношение к здоровому образу жизни. Откроют десятки секретов. Сказать миллионы вопросов. Куда семья гостей. «Мы за здоровую жизнь» под таким названием прошел в Туле конкурс агитационных плакатов среди учащихся 8-х и 9-х классов. Школьники на сцене выступали с публичной защитой своих творческих работ. Они пели, танцевали, рассказывали стихи, тем самым выражая свое отношение к здоровому образу жизни. Как говорят сами организаторы конкурса, мероприятие направлено не только на пропаганду здорового образа жизни, но и профилактику вредных привычек среди молодежи. На территории города Тулы продолжает реализовываться муниципальная программа комплексной меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального образования. В рамках данной программы в учреждениях образования, культуры, спорта, молодежной политики проводятся профилактические мероприятия. На мероприятии не только ученики и преподаватели школ. Среди приглашенных гостей – инспектор по делам несовершеннолетних. Каждому ребенку раздали методические буклеты, которые были разработаны комиссией по делам несовершеннолетних. Основной нашей задачей является проведение работы по профилактике правонарушений безнадзорности среди несовершеннолетних. Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних регулярно мы проводим рейды по выявлению несовершеннолетних правонарушителей, а также профилактика самовольных уходов, отрабатываем места концентрации подростков, А также проводим постоянно лектории, родительские собрания, разъясняем действующее законодательство в сфере ответственности за совершение правонарушений и преступлений. В завершении конкурса жюри отобрали лучшие агитационные плакаты. Проигравших нет. Все классы награждены грамотами. Ольга Чегинцева, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Узнавайте о самых главных событиях Тулы и области вместе с нами.